Африканский ритм и европейская гармония с элементами афроамериканского фольклора. Одним словом, джаз. В Доме отдыха Жартас прошел концерт эстрадно-джазового коллектива Народного духового оркестра города Сарань. Для слушателей прозвучали произведения выдающихся композиторов Казахстана и духовая музыка. В санатории Жартас пожаловал эстрадно-джазовый коллектив Сарани. Для отдыхающих прозвучали знаменитые композиции выдающихся музыкантов. Пенсионерка Лара Филипповна уже не первый раз отдыхает в этом санатории. И подобные концерты встречает с огромной радостью. Очень прекрасно выступает, очень хорошее выступление. Я думаю, выражу именно благодарность всех отдыхающих. Нас порадовали своим выступлением, очень хорошо. Эстрадно-джазовый коллектив Народного духового оркестра выступает на сцене не первый год и имеет отличительную черту. Артисты гастролируют в отдаленных точках области. Санаторий Жарта стал последний. Здесь они выступали с участием вокалистов города. Белая членом ухо под моим окном распустилась по везде и убяло вдоль. Концерт провели по программе Рухани Жангару согласно разработанному плану мероприятий проекта «Музыка великой степи». Юлия Яковлева, руководитель этнокультурного общественного объединения славянских народов «Россиянка», делится, что такие коллективы прививают любовь к искусству. Наравне с ветеранами за музыкальными инструментами сидят и молодые исполнители. Пожелаем всем отдыхающим хорошего настроения. Я думаю, наш концерт понравится. И это не последний концерт. На следующий год мы запланировали поездку в поселок Курман, поселок Батакару, вы знаете. То есть в отдаленные точки Каргандинской области. Даже будет 100 человек, 100 посадочных мест в сельском доме культуры, но мы будем выступать. Помимо санатория «Жартас», в этом году коллектив выступал еще в трех отдаленных точках – в поселке Курма, Карабас и Шубарколь. Также, по словам Юлии Яковлевой, в проекте «Музыка великой степи» участие принимала и другая команда – саранский народный хоровой коллектив «Мудрость». Яна Гапонова, Шелкарл Антонбегов, Николай Шевелев, 5 канал.